Уважаемые коллеги, когда мы говорим о саркоме Капши, в принципе, у нас возникает ассоциация именно с ВИЧ-ассоциированной саркома Капши, что это заболевание, связанное с иммунодефицитом. Но на самом деле саркома Капши – это вирус, индуцированный на опуху, индуцированный на герпес-вирусом восьмого типа, и именно он является причиной этого заболевания. Но саркома сама имеет эндотелиальное происхождение, то есть вирус поражает эндотелий сосудов, в первую очередь это сосудистая опухоль, и выделяют всего четыре формы этого заболевания. Это ВИЧ-ассоциированная, которая, наверное, наиболее изученная в настоящее время, классическая саркома Капши, есть иммунсепрессивный тип, есть эндемический тип или так называемый африканский тип. Надо сказать, что эндемичность саркома Капши, если посмотреть по локализации, она фокусируется вокруг Средиземного моря и я бы сказал, что, наверное, наш Кавказ и бывшие советские республики Средней Азии тоже входят в этот регион, потому что большое количество пациентов именно оттуда приезжают с этим заболеванием. Но если мы посмотрим по заболеваемости, здесь вот уровень пятилетней заболеваемости указан, то, в общем-то, пятилетняя заболеваемость растет, и чем позже выявлена саркома Капши, тем выше у них, тем лучше результаты лечения. Вот в молодом возрасте, к сожалению, результаты лечения довольно-таки неудовлетворительные. Для саркома Капши есть важные особенности, которые мы обычно не учитываем при классификации. Это совершенно особенная система ТНМ, разработанная для саркома Капши. Во-первых, там есть только одна категория ТЭТа. Это либо ограничена опухоль кожи ТНО, либо это опухоль с изъедлением, отеком, поражением полости или поражением внутренних органов, кроме лимфоузлов. Это будет Т1 и другие классификации, к которым мы привыкли, НМ нет. Но что важно, что нам надо знать уровень CD4 клеток в крови. Это тоже классифицирующий признак. Если их мало, это I1 символ, который непривычен для нас. И надо сказать, что в нашем исследовании, о котором я буду в дальнейшем говорить, крайне мало пациентов имели такую классификацию, несмотря на то, что это, в общем-то, стандартная вещь. Ну и наличие системного заболевания. Это как бы симптомы, оппортунистические инфекции, ухудшение общего состояния, различные ВИЧ-ассоциированные заболевания, которые кодируются как С1. По-другому оценивается и ответ на саркому Капша. Здесь нет той системы РЕЦИСТ, к которой мы привыкли. Здесь есть несколько отличные категории ответов, потому что они включают в себя увеличение числа предшествующих очагов, уплощение очагов, то есть переход из узловой в плоскую форму. Ну и появление узловых компонентов на очаге, который уже до этого был. Или появление выпады отека как признаки прогрессирования заболевания. Это те особенности, которые надо учитывать, и это уже общие рекомендации по оценке эффекта по саркоме Капша в группе, которая как раз занимается ВИЧ-инфекцией. Какие препараты у нас есть для лечения саркома Капша? Ну здесь надо сказать, что наши рекомендации и рекомендации НССН существенно расходятся, потому что в наших клинических рекомендациях по какой-то причине в саркоме Капша остался только один доксорубицин. Все остальное исчезло, хотя есть большое количество препаратов, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации по другим показаниям. И вы видите, здесь показаны препараты, которые включены в рекомендации НССН, в том числе для лечения саркома Капша. Их достаточно много, но нет какого-то предпочтения в режимах. Единственное, что есть рекомендация о применении доксорубицина как наиболее стандартного препарата, липосомального доксорубицина, который показал преимущество, и различных препаратов-ингибиторов террозинкинаст, таких как линолидамид, сиролимус и бортозамид. В чем проблема в оценке эффективности какого-нибудь подхода при саркоме Капша? Во-первых, это очень маленькое количество больных в исследовании. Это большинство исследований ограничено 30-50 больными. Мало исследований, которые включают в себя больше 100 больных, перспективных исследований того меньше. Рандомизированных исследований можем пересчитать по пальцам фактически. И очень разные системы оценки используются, потому что та система стандартной оценки эффекта при саркоме Капша, которую я показывал, она была обвинена относительно недавно. Подавляющее большинство исследований изучали проблему именно у ВИЧ ассоциированной саркома Капша и довольно-таки давно. Вот пример рандомизированных исследований химиотерапии саркома Капша. Здесь пигелированный липосомальный доксурбицин сравнивался со стандартной терапией. Как правило, это было по клитоксилу. И если мы обратим внимание на эти исследования, то в принципе да, пигелированный липосомальный доксурбицин имеет клинический ответ. Но обратите внимание на даты исследования. Чем более старше исследование, тем лучше эффект кипосомального доксурбицина. В последнем исследовании, рандомизированном в 2010 году, никакого эффекта по сравнению с другими видами химиотерапии достигнуто не было. Мы видим это по графикам общей выживаемости времени и допрогрессирования. И, по моему мнению, это, скорее всего, связано с тем, что за это время сильно улучшилась эффективность противовирусной терапии. И именно за счет этого мы стали лучше контролировать саркома капыша. Потому что мы знаем, что для ВИЧ-ассоциированной саркома капыша включение антиретровирусной терапии современной и адекватный его контроль, как правило, приводит к успешному контролю и самой саркома капыша. Ну вот по частоте объективного ответа, что мы имеем. Стандарт регулированный липособальный доксорубицин до 67% объективных ответов. Но не менее эффективны оказываются другие цитостатики, токсаны, венкалкалоиды, гемцитабин, по данным некоторых исследований, до 90% оказывает полных эффектов. И это позит. Есть и комбинированные подходы, которые включали и режимы БВ стандартные, и варианты режима ЧОП тоже изучались. Но в целом время до прогрессирования для разных режимов устанавливалось около 36 месяцев. Время общей вживаемости очень по-разному оценивалось в различных исследованиях. Что касается иммунотерапии, то здесь исследований гораздо меньше, еще раз, большинство из них проводилось именно у ВИЧ-ассоциированных пациентов, но тем не менее интерферон показывает сходную частоту объективных эффектов по исследованиям с пигелированным липособальным токсорбицином. Бивоцузумаб скорее в плане стабилизации, мы помним, что саркома капши сосудистого опухоли, препараты с антиангиогенным действием, скорее всего, будут работать здесь. Иммунотерапия пембролизумабом или неволюмабом-пилюмабом не оказалась существенно лучше, чем другие варианты иммунотерапии. Использовались также цитокина. Но тем не менее иммунотерапия по литературным данным показывает не худший результат, чем стандартная терапия пигелированным липособальным токсорбицином. Иплимаб, неволюмаб. Ну вот относительно маленькое исследование, я уже говорил, что это основная проблема, 18 пациентов, достаточно большое количество ответов, до 100% доходит клинический ответ. Медиаболические, радиологические несколько отличаются по частоте. Большинство пациентов продолжают лечение, многие после завершения лечения по разным причинам и находятся без прогрессирования заболеваний. Клинические случаи вы здесь видите. Это статья 22 года, которая представляет возможность в принципе применения такой комбинированной терапии. Что касается таргетной терапии, то здесь эффективность несколько скромнее. Это в основном не полные ответы, а частичные ответы, ну примерно с той же частотой для любого иммуносупрессивного препарата, такие как талинамид, полималидамид, и гораздо меньше эффективность таргетных подходов, имотиниб, сарафиниб, то есть мультикиназный препарат или препараты, направленные на мутацию в геницикид. Местная терапия. Это те же индукторы интерферона. Вот мазевые препараты и микфемод сегодня уже говорили много раз. Это тоже такой выраженный индуктор интерферона, как основной механизм действия, показывает, местно применяли и препараты венкристина, лучевая терапия при саркоме Капоша оказывает очень большое количество эффектов и является одним из таких важных местных режимов. Но, конечно, это для тех форм саркома Капоша, которые характеризуются местными проявлениями. Мы тоже решили проанализировать наш опыт, на наше удивление. В институте оказалось возможно проанализировать большое количество больных, 75 пациентов, 130 линий лечения. Как правило, это были комбинированные последовательные лечения. И большинство больных имели какие-то факторы неблагоприятного прогноза. Либо С1, либо Т1, то есть метастазы во внутренних органах. И ни у кого практически мы не нашли информации о содержании СНД-4 клеток в крови, несмотря на то, что это важные параметры. Надо сказать, что их сделать достаточно легко. Это только кажется, что это какой-то специализированный метод. Но во всех ВИЧ-центрах делают этот тест, и он достаточно дешевый. Что оказалось? Что, конечно, самое частое лечение, которое мы анализировали, это либо хирургическое удаление очагов, либо, как ни странно, терапия интерфероном альфа, которая, как я уже говорил, отсутствует в наших рекомендациях. 30% получали интерферон альфа, как ни странно. В нашем исследовании медианной длительности наблюдения за пациентами составило 15 месяцев. И что интересно, что цитокины, они оказались одни из лучших вариантов лечения и по времени до прогрессирования, и по частоте объективных эффектов. Мы видим, что цитокины оказались не хуже, чем химиотерапия, по крайней мере. По выживаемости, по времени до прогрессирования полихимиотерапия, конечно, давала лучшие результаты, но это лишь немного лучшие результаты, больших статистически значимых отличий здесь не было видно, и цитокины оказались действительно лучше, чем полихимиотерапия, но не сопоставимо с эффективностью с монохимиотерапией или с таргетной терапией. Таким образом, в общем-то, это такое первое исследование, где в основном на неэпидемической саркоме Капши было показано, что цитокины, в частности, интерферон альфа, могут иметь хорошие результаты лечения. Что хотелось бы сказать, что, конечно, лекарственной терапии саркома Капши излучено недостаточно, это такое поле для активного нашего вмешательства, для изучения. Очень важную роль играют подходы, направленные на активацию иммунной системы. Мы должны оценивать состояние иммунной системы. Возможно, здесь будет хорошо работать и противогерпесная терапия какая-то. Нам, конечно, нужно расширять возможности лечения для применения в реальной клинической практике, и надо проводить собственные исследования, накапливать опыт и уже апеллировать к нашим результатам. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.